Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Сегодня мы начинаем рассматривать партии одного из лидеров мировых шахмат, ранее филиппинского, а ныне американского гроссмейстера Уэсли Со. Этот парень рано заявил о себе. В 2009 году на Кубке мира он обыграл таких зубров современных шахмат, как Василия Иванчука и Гату Камского. Уэсли Со быстро прогрессировал и стал одним из ведущих шахматистов мира. При этом ему очень помогло то, что он своевременно из Филиппинской Федерации перешел под крыло Федерации шахмат Соединенных Штатов Америки. Он быстро занял одну из лидирующих позиций в этой шахматной державе. И нужно сказать, что в составе национальной сборной в 2016 году на Всемирной Шахматной Олимпиаде он в составе сборной Соединенных Штатов Америки стал олимпийским чемпионом. И вот сейчас мы посмотрим с вами одну из самых ярких партий американского гроссмейстера. В этой партии он встретился с легендой мировых шахмат Гарри Кимовичем Каспаровым. Эта партия была сыграна на ежегодном турнире, который проходит в Сент-Луисе. И этот турнир организовывает один из главных меценатов шахмат в Соединенных Штатах Америки Рекс Синкфилд. Партия была сыграна в Блиц и в ССО играл белыми. Начал партию ходом Кони в 3. Ну и Каспаров ответил в своем стиле. Он попытался перевести партию в сторонническую защиту. Здесь в ССО мог сыграть Кони в 3. Получилась бы одна из вариаций защиты Пирца у Фимцева. Но после С4 Каспаров снова немного удивился. Сыграл слон Ж4. Такой ход, конечно же, здесь есть. Но явно это не основная линия. После С2 КС6 видим, что стратегия черных достаточно здравая. Они атакуют центральное поле Д4. А конкретно расположено на этом поле пешку. Ну и градят побить перед этим на Ф3. Ослабляя эту пешку. Код БД2. Достаточно разумный способ защитить центральную пешку Д. Также, конечно, в этой позиции возможен такой ход, как слон Е3. Но после конь БД2 последовало, конечно же, Е5 и Д5. Белые захватили пространство. В итоге в центре образовалась торандийская пешечная цель. Конь СЕ7, Х3 и слон Д7. Каспаров очень быстро сделал этот ход. И далее Уэсли СО смутил своего соперника таким интересным ходом, как С5. Он не стал ждать, он не стал делать рокировку, а сразу же применил многообещающую жертву пешки. Дело в том, что СО освобождает поле С4 для своего ферзевого коня. Каспаров принимает вызов. ДЦ. Хотя в этой позиции вполне можно было остановить свой выбор на развивающем ходе конь Ф6. Далее мы будем видеть, что король черных так и не сможет сделать рокировку. ДЦ. Конь С4, Ф6. Защитили пешку Е5 и Д6. Видите, что СО в той партии был в ударе. Он жертвует одну пешку, дальше продвигает вторую и грозится сразу же нокаутировать своего грозного соперника. Конь С8. Сыграл Каспаров. Слон Е3 и Б6. Достаточно солидный ход, но нужно сказать, что в этой позиции больше обещала черным вот это продвижение Б5. Сразу же пытаясь согнать коня с поля С4. Но Б6. Минтак сыграл Каспаров. И после двух нулей сыграл С6. Снова небольшое упущение 13-го чемпиона мира. Здесь нужно было посчитать конкретный вариант и ничего не боясь сыграть Конь Д6. После размена на Д6 просто сыграть Ферзь Е7. И это был неплохой путь для уравнения позиции. Но после ДЦ Ферзь С7. Видите, что нельзя бить на Д1. Ввиду ФД1, Конь СЕ7. Пешка на С7 пока жива. Шах Король Ф8 и Слон С4. Грозит Конь Ф7 с выигрышем качества. Ну, Конь А6, конечно, не помогает. Ввиду размена на А6. Тот же ход Конь Ф7 выигрывает партию. Но последовала Ферзь С7. И казалось бы, пару-тройку ходов черные успеют сделать рокировку и уравняют позицию. Но СО не дает этого сделать. Б4. Еще одна жертва пешки. Уэсли СО вскрывает линию С. Он действует в духе старых мастеров. СБ. После хода СЕ4. Возможно было БС. БС. И дальше жертва на Е5. ФЕ. Конь Ж5. Белых очень серьезная атака. Но такой ход, как Б5, здесь был вполне возможен. И в этой позиции. После Конь А5 сыграть просто С4. Не дать вскрыть линию С. А на А4 ограничится ходом А6. Белых здесь небольшой перевес. Но СБ принял все дары Каспаров. И после ладья С1. Над черными нависла серьезная угроза. Видите, по линии С уже будет связка после отступления коня. И Конь ЖЕ7. Подкрепляем слона на С6. В этой позиции СО действует блестяще. Он сыграл ферзь Б3. Создавая угрозы по диагонали А2, Ж8. И не давая сделать рокировку. А6. Зачем сделан этот ход? Дело в том, что грозила жертва на Е5. С последующим Конь Ж5. Например, в таком варианте. А5. Конь СЕ5. ФЕ. Конь Ж5. И белые выигрывают. Например. На ладья Ф8. Защита пункта Ф7. Следует Конь Е6. Эта вилка. Тройная причем. Ну а если сыграть Конь Ж8. То тогда идет размен на поле С6. Ферзь Ф7. В итоге отвлечение. И после Конь Е6. Черные вынуждены отдать Ферзя за Коня. Поэтому А6. Каспаров держит позицию. Ладья ФД1. Тоже лучший в этой позиции ход. И Б5. Наконец-то Каспаров начинает играть остро. Возможен был ход А5. Но тогда Конь Б6. Еще одна красивая жертва. Конь Б6. Слон Б5. Связка по линии С работает. Ладья Ц8. Ферзь Е6. И на Ферзь Б7 вот такой интересный размен на пункте С6. Замена частично связанной фигуры Слона С6 на полностью связанную фигуру Ладью. И Ладья Д6. Видите, что Ладья на поле С6 уже погибает. Поэтому Б5 сыграл Каспаров. И спровоцировал своего соперника на еще одну жертву. В данном случае жертву Коня. Конь СЕ5. Нужно бить и Слон Б5. Еще очень сильный удар. Компьютер пишет, что может быть точнее было Ферзь Е6. Но такой ход как Слон Б5 не может быть плохим. Ладья Б8. После длительных раздумий и качания головой Каспаров остановил свой выбор на этом ходе. Причем Ферзь Б7 был ход не так хорош. Дело в том, что Слон А4. И видите, что Слон на А4 уже под боем и Ладьи и Слона. И в таком случае приходится бить на А4. Ферзь А4. Король Ф7. Ладья Д7. Заехали Ладьей. Ферзь Е4. Ферзь Б3. Шах. И Ферзь Е6. Видите, что масса угроз у белых. Черный Король в центре. Ну, например, грозит. Ладья СД1. И дальше Ладья Д8 с матом. Одна из угроз. Поэтому Ладья Б8. Атакуя Слона. И очень красивый ход, именно сделанный в Блиц партии. Если бы этот ход был сделан в классической партии, мы бы не удивились. Но вот такая спокойная манера игры с УС Лисо здесь просто завораживает. То есть быстрый переход от взрывных жертв, пешек, легких фигур. До вот такого профилактического отступления. УС Лисо просто удаляет угрозу. Ладья бьет Б5. И сохраняет все свои угрозы. Мы видим, что в этой позиции компьютер также советует Слона Ш6. С таким примерным вариантом. Слона Ш6. Если бить на Б5, то тогда Слона Ж7. Атакуя Ладью. Конь Ж5. Снова атака Ладьи. И еще одна красивая вилка. Конь Е6. Но если сыграть Ладья С6. В этой позиции. Это после Слона Ш6. Ладья С6. Конь С6. Ферзи 6 шаг. Король Ф8. Снова шаг. Ладья подвисла. Поэтому нужно играть Король Ж8. И Слон С6. Дальше угроза Ладья Д7 решает партию в пользу УС Лисо. Но он ответил Слон А4. Тоже очень сильный ход. И Каспаров здесь сделал ход Ферзь Б7. Но фактически его позиция уже проиграна. После хода Ладья Ф8. Прикрывая поле Ф7. Ферзь Е6. Ладья Ф6. И Ладья С6. Мы видим, что здесь белые выигрывают. Ну, например, на взятие на Е6. Мы можем взять Ферзя. И в итоге фигуры черных все перевязаны. Кроме того, это вскрытый шаг. Поэтому Ферзь Б7 Каспаров сыграл. Развязываясь по линии С. Но не тут-то было. Связанный по линии С. Слон заменяется связанным по диагонали. А4 Е8 конем. Причем этот конь связан абсолютно. Ферзь Е6 шаг. В быстром темпе были сделаны эти ходы. И Конь 8 Е7. Ход Ферзь Е7 не помогал. Смотрите. Слон С6. Король Ф8. Слон С5. Прекрасная связка. Брать Ферзя нельзя. Если взять слона, то следует вот такой симпатичный мать. Конь 8 Е7 сыграл Каспаров. И еще одна прекрасная связка. Все тот же ход. Слон С5. Мы видим, что у черных уже нет защиты. Рассмотрим возможные варианты. На Ладья А7. С идеей как-то подключить Ладью к защите коня. По седьмой линии следовало Слон С6. Видим, что нельзя брать Ферзем. Потому что в итоге будет взятие на Е7 с матом. Король Ф8. Здесь конечно можно брать на Б7. Но быстрее ведет к мату Слон Д5. Здесь мат не позже шестого хода. Если черные сыграли Слон Ф6. То тогда выручает ход Конь Е5. Один из возможных. Слон Е5. Слон С6. Снова нельзя брать Конем. Так как связка по линии Е. Ферзем. Так как Конь будет взят с матом. Король Ф8. Слон Б7. Черные. Без Ферзя. Ну а если сыграть в этой позиции. Король Ф8. Тогда Слон Б3. Угрожаем матом на поле Ф7. Единственная приемлемая защита. Конь Д8. Ну и простое уничтожение защиты с матом. И еще такой ход как Ладья Д8. Тоже не спасает. Взяли. И видите. Снова мат. Поэтому Ладья С8 сыграл Каспаров. И после Слон Е7 быстро сдал партию. Дело в том, что единственное нормальное продолжение за черных. Это Слон Ф8. И после Слон С6. Ферзь С6. Очень симпатичная жертва Ладьи. Ладья Д8. Шах. Приходится бить Ладьей. И вот такое перекрытие шестой линии. И после Слон Е7. Вот такой мат. Прекрасная партия у Василису. Особенно если учесть, какого уровня был в этой партии его соперник. Я надеюсь, что эта партия вам понравилась. Также мы будем продолжать обзор партии этого выдающегося американского гроссмейстера. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Также оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.